В чем, ну то, что в прошлый раз рассказывал, да, и в чем как бы смысл вот этого наложения на себя рук. В данном случае крещения, вот, для человечка незабвеждано, да, мы когда крестимся, обычно в православии говорят, да, три пальца соединяем, к колбу, ниже губка, к плечу, к плечу, к правому, потом к левому, да. В итоге получается, вот эти точки, прикосновения я нарисовал, да, в итоге получается мы ведем линию. Вот так, к колбу, сюда потом, потом сюда, сюда, и вот сюда. Решаем руку, да. Получается, мы накладываем на себя звезду, а не крест, по сути, то есть, у нас в виду крест, но получился по движению звезда. В итоге звезда это что такое? Это, ну, если сокращенно, говорит сатанинский знак, это пентакль, который замыкает, запрещает какой-то энергии проходить, да. По сути, мы должны были активизировать наши чакры. И вот когда чакр много, их не только семь вдоль тела, да, как обычно рисуют. Берловая чакра, это вот в центре пешковидной железы и еще выше там. Их вот, например, плечевая, плечевые чакры есть, да. Вот древний славянский крест, обязательно эти чакры еще и задействовывают, да, то есть, вот тоже получается крест такой. Кстати, крестов много начертаний есть, они были и до христианства. Вот такой вот есть, елочковый крест, например, тоже какой-то, если чакры задействовать. Чакр много, они на каждом, на запястье, там, на всех суставах, на каждой фланге пальца, да, и вне тела тоже расположены. И когда пришел Советский Союз, он наложил вот эту вот печать звезды на все, соответственно, места, где вот у нас чакры, чтобы никакой энергии не проходило. Особенно у военных, да, вот погоны были, тут звезда на кокарде, на пряжке звезда, а это как раз ниже пупка получается, да, как раз четыре цуня, как говорится, да, вот эта вот пряжка там. Ну и на всех пуговицах, там, все пуговицы, в общем, все наши чакры перекрывались. Потом из пальцев идет энергия, биоактивная энергия, которую можно сфотографировать, в принципе, есть такие фотоаппараты, да. Они свечение показывают вокруг каждого пальчика, каждого листика, каждого, ну, любой предмет биологический, он светится вот этим излучением. Самое мощное излучение, это из центра ладони и из кончиков пальцев, да. И также эти пальцы символизируют определенные каналы, которые, ну, когда индусы, там, индийцы, в позах сидят медитативно, да, они их перекрывают, соответственно, какие-то каналы открытые работают, раньше крестились вот так двумя пальцами, да. Иисус на старых иконах показан вот такой. Можно этот канал перекрыть, можно вот этот канал перекрыть, а кто-то другими там что-то делает, да, как-то себя сам настраивает. Я же это делаю открытой ладонью, то есть все. Не висит канал открытый. И чакры, что такое чакры? Чакра – это вихрь. Вихрь, он должен куда-то входить и откуда-то выходить. То есть там есть еще смысл вращения, да, как мы, если мы по часовой стрелке в тело вводим, да, то мы энергию туда запускаем. Если против часовой стрелки, то оттуда вытягиваем энергию. Получается, вот как я крещусь, да, тут нет смысла какую-то там рисовать фигуру, да, а просто как бы вот вокруг чакры. Запустил вихрь здесь, запустил вихрь здесь, запустил вихрь здесь, потом здесь, потом здесь. И так многократно, то есть не останавливаясь вообще, просто запускаешь, 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 работаешь по себе. Запускаешь, запускаешь, может дополнительные какие-нибудь чакры взять еще, вот эту чакры закрутить, вот эту чакры закрутить. например да и когда я стал это делать я увидел то что называется иносказательно в сказках древние так это говорится поймать жар птицу до схватить за пирожек птицы за хвост ну вроде как бы это сказки да на самом деле это реально увидел когда лежал закрытыми глазами вот от этих вот от пальцев идут спалки такие энергетические они такие оранжевого цвета алого золотистого такого цвета и перед глазами вот ими машу и писать что видно оказывается видно что вот я нарисовал вот такую спираль куда это как бы голова опустился хвосту тут такой нарисовал хвост от этих от пальцев потом по плечам этот виду получается у меня такие вот от пальцев полосы и в итоге получается за птица это крылья на хвост хвост такой длинный тогда махнул и крылья сделал это все право очень увидел вот она магия вот это вот внутренней энергетики до который можно зарядить в себе зарядить ну лечить себя либо этой энергетикой на кого-то в данном случае в лечебных целях можно создавать какие-то фантомы тоже для каких-то своих целей но об этом отдельный разговор ну просто вот берите на заметку что вот есть такая практика и так она работает ну а соответственно технику вхождения в это состояние это тоже отдельный разговор и там через медитацию аутогенную трансцендентальную тренировку через прохождение точки 0 когда инвертируешь энергетику отрицательную положительную молитва также включается мантра включается это как бы ну такое сбор из пяти техник которые объединены в одну они не противоречат друг другу а наоборот дополняют в этом я буду рассказывать на тренинге если ко мне придете про специальные энергетические воздействия на человека на следующий раз а сейчас мы продолжаем наш тренинг по специальном мануальном массаже с вами был олег ларгубин пока пока теперь дальше дальше да